Здравствуйте, дорогие друзья! Ореховые деревья и кустарники прекрасно растут в Алтайском крае и чувствуют себя ничем не хуже, чем их родственники в теплых краях. Сегодня я, Роман Боев, ничего не буду вам рассказывать. Обо всем вам расскажет агроном-сортоиспытатель Макунас Антон Иванович. Перед нами куст необычный для Сибири, потому что в дикой природе это растение в Сибири не растет. Это лещина обыкновенная, родина Европа. Самый восточный ареал это Башкирия, где доходит лещина обыкновенная, это Башкирия. И весь регион Сибири без лещины. Потом лещина появляется только на Дальнем Востоке. Но там уже другой вид. Там два вида. Лещина разнолесная и лещина манжурская. Скажешь лещина, мало кто как бы понимает, а это что такое. А если скажешь фундук, тут всем известно, о чем идет речь. Фундук это культурные сорта лещины. А лещина дикая вот так и называется. Лещина. Беличий или лесной орех. Или беличий орех. Как вы хотите. Интродукция лещины в Сибирь началась давно. Еще в начале 20 века была завезена Барнаул. Потом в середине 20 века была испытана она в институте садоводства. Научный сотрудник института Лучник, она даже получила гибридные формы. Лещина обыкновенная и лещина разнолесная. Но, к сожалению, серьезных работ по селекции лещины в Сибири не проводила. Исходная форма какая? Эта лещина, которая получена нашим лесхозам в свое время, она отличается чем? Повышенной зимостойкой. Каждый год она так или иначе плодоносит. Мною была отобрана форма из Ивантеевской вот этой лещины с необычной урожайностью. Вот понимаете, я никогда в жизни, хотя я вырос в Прибалтике, где лещина вообще повсюду растет, чтобы от плодов гнулись ветки. Такого в жизни никогда не видел. А эта форма именно вот так проявила себя. Я стал размножать. И потом еще стал скрещивать лещину с разнолесной лещиной. Лещину уже крупную. С разнолесной для того, чтобы получить крупную лещину. Все-таки вот эта лещина, посмотрите, вот она мелковатая. Хотя, ну, это настоящий орех, но мелковатая. А вот крупная лещина, посмотрите сюда, это орех совсем другого вида. Это сорт московские рубины, привитые на разнолесную. И вот они тут приопуляются, и от нее я получаю гибриды. А некоторые из них отличаются особой зимостойкостью. Вот сравните. Вот это и называется фундук. Вот такая лещина называется фундуком. А это лещина обыкновенная. Вот. Которая не мерзнет. Дает постоянный урожай. Есть такие формы. В этом году собрал первый урожай. Орехи, конечно, покрупнее этих, но помелче этих. Где-то середина такая получилась. Но я недавно, я еще вот приобрел ряд сортов лещины, вот, ну, крупноплодных. И тоже попытаюсь с ними вот это, получить гибриды вот с этими сортов. Они привитые все, по одной ветке везде привитые. Особенно интересная форма, знаете, первенец. Очень крупная. Мельче, конечно, московского рубина, но тоже крупные, крупные орехи. Из плодоносящих гибридов есть у меня с очень крупными плодами. Я тоже хочу показать. По содержанию зерно мелкое. Пустоты много. А на вид очень крупная. Пойдемте, я покажу ему. Вот, посмотрите. Вот это мой гибрид. Лещина разнолистный и лещина обыкновенный. Вот, посмотрите. Плоды очень крупные. Очень крупные. Но полупустые. Зерно есть там, но полупустые. Поэтому, как каково за хозяйственное значение, вот такой гибрид не имеет. Но, особенность какая, все-таки очень зимостойкая. И он может использоваться как опылитель для других, менее зимостойких сортов. Вообще, лещина, она может быть у нас использована двояко. И как декоративная культура, и как для создания лесополос вокруг сада. И как дополнительная культура для засаживания каких-то неудобий, оврагов каких-то, вот таких мест, которые... Или как культура для парков. Особенно краснолистная форма, очень красивая. Они до середины лета, представьте себе, куст стоит с красными листьями. Это тоже очень привлекательное. А так, для себя, это культура, которая дает прекрасный, очень нужный человеку белок. Белок ореха ни с чем не сравнить. Ведь из лещины, вот, можно получить из молока, которое материнское заменяют. В старину даже грудных детей выкармливали именно молочком из лещины. Как получается молочко из лещины? Это другая технология, она не так сложная, но можно получить. Я пробовал, знаете, даже когда отстаивается, даже как типа отслойка сливочная, отслойка появляется. Потому что лещина содержит немало жира, белок и жир и сахар. Вот компоненты, которые пересушивают любому молоку. Вот перед нами, посмотрите, большое дерево ореха маньчжурского. Это самый зимостойкий орех из семейства Югландс. Орех маньчжурский является близким родственником грецкого ореха. И некоторые ученые считают, что грецкий орех произошел от маньчжурского ореха по прямой линии. Почему? Потому что и грецкий орех, и маньчжурский орех легко перекрещиваются. Другие орехи семейства Югландс, там орех черный, те как-то потуже дают гибриды, как говорят. А вот маньчжурский и грецкий хорошо перекрещиваются. Но здесь из природы посаженный маньчжурский орех. В диком виде он растет на Дальнем Востоке, там целые рощи его растут, дает постоянно урожай. Но вот культурных форм, культурных сортов до сих пор нету. А жаль. Потому что особенность какая этого ореха? Очень толстая скорлупа. Невозможно извлечь едло. Мы пытались отбирать хорошую форму, получше которой форму, то столкнулись с другой трудностью. Орех маньчжурский практически не прививает. То есть красивую, хорошую форму, значение которой имеет, невозможно размножить вегетативно. Если сеешь орехи с такой формы, опять билиберда получается. Всякие разные формы, может и хорошие, и плохие, и всякие разные. А вот сколько и питались, и я питался, и мой приятель Архипов пробовал это. Не получается. Даже подогревали, там что только не принимали, не приживали. Да и в литературе нет сведения, что они вот хорошо размножались вегетативно именно. Вот поэтому сортов с хорошими хозяйственными качествами нет. Но что надо сказать, стоит или не стоит садить? Прежде чем садить, надо хорошо подумать и хорошо подобрать место. Потому что это дерево, огромное дерево, дает большую площадь тени. И если вы посадите в саду или где-то большой круг, земли будет исключена из оборота для других растений. Здесь оно посажено как перед домом и затеняет площадку перед домом. Это удобно. Во-первых, тут летом не так жарко. А во-вторых, на крыльце никогда не бывает мух. Потому что фитомтиды от листьев манчжурского ореха очень хорошо отпугивает мух. Дальше. Манчжурский орех и листья, и молодые зависть орехов имеет лекарственное значение. Используется в народной медицине. И в-третьих, все-таки манчжурский орех, если приловчиться, можно извлечь ядро из манчжурского ореха. Я этими занимаюсь. Вот с этого дерева собираю другой раз 8 мешков, другой раз 6 мешков манчжурского ореха. Из 8 мешков один год я получил уже чистого ядра 15 литров. Но это занимаюсь я зимой, когда делать нечего и как разбиваю. Особенность вот какая. Кожура вокруг это твердая, но перегородка также очень твердая. И поэтому, когда бьешь, то он трескается. И трескается и перегородка, и все содержимое на мелкие частицы. Вот здесь можно, видите, приходится извлекать. Видите, какие фрагменты? Небольшие фрагменты. Нет целиком фрагмента. Но для потребления пищи это не мешает. Что крупный фрагмент, что помельче фрагмент. Все равно вкусно. Очень по вкусу напоминает грецкий орех. Очень близко по вкусу. Большое содержание жира, белку, сытный. Поэтому как белковая добавка, при том очень полезная белковая добавка, нужна для человека. И если у кого есть такой орех, или посадите, потом будет урожай, надо обязательно использовать этот орех для извлечения ядра. А секрет прост. Надо, как сказать, научиться разбивать. Вот есть острая часть, как бы верхушка ореха. Есть теловая часть, задняя сторона. Так вот, я беру чурочку, делаю гнездышко, чтобы орешек хорошо стоял. Ставлю вот острая верхушкой туда. И молотком так умеренно бью по этой части. И вот при таком разбитии, очень часто вот это рушится, хорошо разрушается перегородка. И тогда половинки более-менее извлекаются. Другой раз разобьешь и целиком извлекаешь обе половинки из ореха. Но это не так часто. А бывают формы, такие вот, я находил, такие формы, которые легко бьешь и извлекаешь, бьешь и извлекаешь. Если бьешь вот так, то все, все идет на мелкие частицы. Бьешь так, то же самое. В любом другом положении бьешь орех, только крошится. Все крошится. И скорлупа крошится, и зерно крошится. А вот в таком положении нет. Важно еще для безопасности, чтобы молоток был вот это, не округленным головкой такой, а гладкой или вогнутой немножко, чтобы не соскалзало. Вот. И потом нельзя вот так со всей силой. Лучше ударить несколько раз, но умеренно. Если и промахнешься, чтобы больно не было. А то бывает и так. Промахнешься, ой-ой-ой. Кто будет пробовать выращивать манчжурский орех? Желаю успеха. Вот такие крепкие орешки выращиваем мы в Сибири. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч!